Вторая видеонаходка еще интереснее. На ней очень даже установленные лица. Именно их депутаты в своем расследовании называли исполнителями нападения на Интер. Смотрим. А это видео и фото с телефонов сотрудников телеканала Интер и Ниса. Мы уже показывали кадры, где экс-советник Авакова Илья Кива в момент атаки на нашу студию находится на месте происшествия. Его зафиксировали на видеожурналисты, он раздает приказы стоящим рядом людям в форме. Рядом активисты братства с Середюки Черной. А вот тот же Кива уже во время блокирования Интера на Дмитриевской. Рядом с ним криминальный авторитет Алексей Капишинский, он же Леха, он же Качок, руководит Киев спортклубом. Правоохранительные органы рассматривают версию о причастности Капишинского к убийству бывшего хозяина этого спортклуба. Вот тот же Леха во время поджога нашей студии на Щусева раздает указания. И вот к нему подходит Середюк и Черный. Вот фото еще одного криминального авторитета Вадима Мизеры по кличке Мизер возле Интера. Он со своей охраной, а вот его машина и автосопровождение. Напомню, в 2010-м был приговорен к пяти годам лишения свободы за организацию преступной группировки, которая занималась разбоем и вымогательством. В 2013 году повторно осужден. Выпустили под подписку. В депутатском расследовании говорится, причастен к краже машин и продаже их сепаратистам в зоне АТО. Еще один активист, блокировавший Интер с Середюком, сын Дмитрия Корчинского, Даниил. Вот его автомобиль возле Интера. Напомню, 10 октября прошлого года его задержали на внедорожнике, который числится в угоне с номерами АТО. Напомню, в расследовании депутата Верховной Рады непосредственным организатором поджога называют министры Авакова, а исполнителями Илью Киву, Капюшинского и Мизеру. Продолжение следует...